Давай сейчас, вот ты запиваешь, а ты подбиваешь. Дай тебе на второй микрофон. Лису родилась ёлочка, лису она разла. В зале 27 ребят самого разного возраста. Они поют, читают стихи, водят хороводы и становятся героями самой настоящей новогодней сказки. Ещё раз он поет. Педагоги, которые сопровождают юных анапчан, говорят, что такие выходы в свет ребятам в их возрасте необходимы. Это важно и полезно, потому что дети выходят в социум, они общаются, они ведут себя более раскрепощенно. И они, по крайней мере, видят, что к ним относятся по-доброму. В четырёх стенах тоже сидеть нужно посещать мероприятия, им не поднимается настроение, потому что это самооценка. Они очень рады, довольны. Детский центр с кафе и местами для игр существует четыре года. Это коммерческое предприятие. Здесь можно оставить ребёнка на несколько часов или организовать детский праздник. Владелец бизнеса говорит, что благотворительность совсем не разорительна. Напротив, все получают удовольствие от процесса. Я считаю, что одеяло нельзя только на себя тянуть. Надо делиться, уметь. Все четыре года организую со дня открытия. Я приглашаю и «Дорогу добра», и «Ника», и в этом году ещё пригласила других. Как и полагается, гостям вручили новогодние подарки. Это уже не первая акция в рамках предновогоднего марафона добрых дел. Так, бесплатные экскурсии прошли в единственном в своём роде музее науки. Здесь можно узнать о природных явлениях, о работе механизмов. Практика показала, что в городе достаточно неравнодушных бизнесменов. Продолжение следует...